Итак, всем привет! Пробуем опять протестировать автомобиль Митсу-Песли Паджеро Спорт на расход топлива. Мы находимся в Австрии. Направили бак австрийским топливом. Так, чтобы вы понимали, наверное, безупречным. И пробуем протестировать. Ну, дорожное покрытие, от которого зависит также расход. Показываю, мы едем у автобана. Совершенно ровная дорога. Ни подъема, ни спуска. Специально выбрали такую часть, такой отрезок пути. Скорость 160. Ну, немножко поддадим. Видите, слева под цифрами оранжевым цветом. Сейчас мы как бы неэкономно едем. Вот. И сразу же 14,8. Теперь берем фунатяжечку. Сейчас 170 скорость. Фунатяжечку получается у нас 14,4. Еще раз обнуляем. 16,1. Это 170 км в час. Еще раз обнуляем. 16,8. Ну, блин, производитель засмешанный цикл говорил 6,7. Даже, ну, ошибиться в три раза, что ли, почти. Не знаю даже. Может быть, у иконцев другая таблица. Умножение совершенно. Чем у нас? Попробуем опять. Обнуляем. 14,8. Ну, будем думать, что 15. Производитель ошибся. Ну, ровно на 9 литров, так себе. Ну, ничего бывает. Че, что теперь момент такой интересный. Значит, здесь будет такое деревце, сейчас зеленое, которое, вот видите, оно говорит о том, что мы едем очень экономно, потому что все листочки его, они темненькие. Когда они бывают, когда они будут полностью зеленые, это значит мы едем неэкономно. А теперь вопрос. Тут 5 листочков. Каждый листочек затемняется после неэкономной езды зеленым цветом. Вот сколько надо было скурить таких листочков этому гению, который придумал этот эконом-тест, чтобы понимать, насколько экономно мы едем. Вот сколько. Сколько травы надо было выкурить, чтобы это деревце или, не знаю, листочек такой кленовый, не кленовый, чертю знает какой, влепить здесь. Вот как вы думаете, два листочка справа, два слева, да? Ну, то есть, допустим, два листочка зеленых справа, это мы едем там наполовину экономно. Два листочка слева, это мы едем как? Слегка экономно или так или так мега так слегка экономно? Вот интересно, да? Что было у человека в голове, который сочинял вот этот офигенный тест, цветной причем? Что ему снилось вообще перед этим? Вот этот вопрос, конечно, я бы задал интересным производителям, что бы они мне сказали? Или всем тем, кто имеет Mitsubishi Pajaro Sport с 16 года выпуска. Теперь сделаем небольшой вывод. Понятно, что если машина, автомобиль едет со скоростью 160 тире там 190-180 то у него совсем другой расход. Но можно было бы указывать какой-то расход, который действительно соответствовал реализму тому, что есть. Вот сейчас мы заправили действительно прекрасную дизель, дизельное топливо. У нас был кусок автобана просто мега супер. И она никак не брала даже десятку. Ну никак. И не важно, что собственно говоря, автомобиль внедорожник там тяжелый и так да, это все понятно. Можно было указать, что будет 15 там брать 16 17 то то рассчитывал на какие-то определенные цифры. Поэтому все те, кто покупает этот автомобиль 2.4 дизель причем это механика даже. Я представляю сколько он на автовате будет пить. Надо будет брать с собой еще какого-то пару бочек в дорогу. И это все таки не каких-то 615 лошадей как Audi R-Series. А всего лишь 180. Вот смотрите. Вот цвет, кстати, листочки сейчас заполнились зеленым цветом. Видно? Сейчас интересно, мы едем как? Насколько экономно? Слегка хреново экономно или слегка офигенно экономно? Кто это может сказать? Ну только такой дебил, который придумал эти листочки. Поэтому всем хорошего настроения, интересных исследований в автомобилях Mitsubishi Pajero Sport. Пока! Продолжение следует...